Всем огромный привет! Мы с вами продолжаем играть Monster Hunter World. Как помните, в прошлом выпуске мы с вами сразились с Играсом. Я также, честно говоря, затупил. Ну, я сейчас уже посмотрел то, что действительно хвост ему вроде нельзя отсечь. То есть мы с вами можем это по пулевому справочнику проверить и, естественно, выбрав психологию Играса, узнать, что у него, ну, есть пару слабых мест, но хвост не отсекается. А вот если мы с вами выберем, например, секунду, мы пока что не можем выбрать поки-поки, потому что мы о нем ничего не знаем. И у нас с вами сразу несколько заданий дали вот здесь вот. То есть здесь постоянно даются задания в ресурсном центре. Ага. Новоограниченный заказ, природа охоты, клыкаста пиверна. Ограничение заказа, актуальность жизни. Ладно, хорошо. Так вот, смотри. Заказы, как видите, нам нужно собирать залежи ресурсов, мед, энтомология, малая охота, то есть немножко поохотиться на маленьких чудовищ. За это нам будут очки исследования давать, плюс сферы доспехов, которые можно использовать для улучшения нашей брони. Но прямо сейчас у нас с вами основное задание, это отправиться в древний лес. То есть можно это просто сделать вот так через карту. Я же могу выбрать, да, карту мира. И просто отправиться в древний лес, чтобы там основать новый лагерь. О, привет, ребята, я про вас забыл. Исследователь ленианцев. О, привет, я исследователь экспедиции, занимаюсь грималкинами. Да-да, грималкинами. Грималкины это вид ленианцев, которые обитают в новом свете. Я хочу наладить с ними контакт, но мои старые скрипучие кости уже не поспевают за этими юркими ребятами. Может ты мне поможешь? Так вот, естественно, мы с вами это задание возьмем, но грималкинов просто так не найти. Мы с вами сможем находить всякие разные заметки, там, как там, каракули на стенах, если не ошибаюсь, это называется, что-то типа того. Дальше у нас с вами там есть задание на рыбалку, по идее, как должно быть. Играсу можно сходу прописать горячих, почему бы нет? У нас же с вами нет ограничений по времени. Да стой ты уже, господи. Нужно просто получить с него как раз части. Это была броня, но не с него, плевать. В голову, пожалуйста, отлично. Воу, тихо. Лови. Просто шикарно. Что там такое? Новая находка? Я его забил? Секунду. Да, мы его забили. Обалдеть. Но это было прям совсем просто. А вот те самые каракули. Да, грималкины. Это именно здесь где-то. О, привет, исследователь. Она просит поймать древнего Птерекса. Это я помню. У нас с вами есть возможность использовать, если не ошибаюсь, секундочку. Ловчую сеть, вот. Ну-ка, заказ выполнил древний Птерекс. Ее перья и кости напоминают об одном доисторическом существе. Секундочку. А тебе это не нужно отдать? Вот сразу прям. Или это нужно отнести в город? Спасибо. В общем, все, хорошо. Нам нужно вернуться в Астеру и доложить об этом деле. То есть, она нам ничего не дала. Водяной мох нам сейчас не нужен. Да я знаю, знаю. Привет. Ну что, наверх? Там, если не ошибаюсь, будет сейчас... Цицияку, как-то так, Кулаяку. Кто-то из них. В общем, птиц, похожий на Раптора. Но все-таки птиц. Да, точно. Который любит яйца воровать. Ах, Кулаяку точно. Человеки! Ну понятно. В общем, нужно сейчас будет быстренько с ним сразиться. Давайте это сделаем. На самом деле, Кулаяку очень слабый. То есть, ну там у него здоровье, господи. О, да я все следы его имею. Сейчас, секунду. Вот это ядовитая штука, да? Да, ядовитая. Ну бей! А я не то делаю, секунду. Естественно, не то делаю. Неплохо. 44. Обломись. Нужно сейчас обязательно с него собрать все то, что там можно собрать. У нас белая. Красная, шикарно. Хорошо. Честно говоря, мы его с вами забьем прям очень быстро. Камушек. Спокуха. Самое главное, чтобы он меня этим камушком не огрел. Да иди нафиг. Вперед. Это мелкая зараза. Да, обломись. Он побежал, что ли? Да, он побежал. Я могу сделать вот так вот. Зарядить. Класс. Просто слепили. Зерно вспышки рулит. Давай, да, давай. Отлично. Интересно, а тебе хвост можно отрубить? Спокуха, он приходит в себя. Бежим за ним. Ну-ка. Давай. Нужно заточиться будет. За ним, на самом деле, очень сложно бегать, потому что, сами видите, очень быстрый. Давай, подточимся. И бегом за ним. На самом деле цель не нужна. Убирай. Да плевать. Немножко психанул что-то он. Прямо самое малость. Ну что, он сейчас устанет. Давай, да, давай. Отходим. Обломись. Еще проникающее зерно, если не ошибаюсь, да? Все хорошо. Воу. Нормально, нормально, не переживай. Он просто немножко психанул. Обломись. Выбери Астеру, чтобы вернуться домой. Наше задание выполнено, понятно. Смотри. Каракули еще. На самом деле, можно было бы полностью еще и это как раз исследовать. Но я предлагаю сейчас вернуться домой. И получить все те награды, которые у нас есть. И улучшить нашу броню. То есть мы сейчас с вами можем просто открыть карту. Дальше. Секундочку. На карту мира. И вернуться в Астеру. Раз ты здесь, у меня есть для тебя работенка. Я поручаю тебе добыть побольше мегазелей. Охотница твоего уровня должна понимать, насколько они важны. Наши запасы, к сожалению, на исходе. И нам нужен кто-то, кто сможет их восполнить. И вообще, всегда полезно повторить основы создания предметов. Так что будь другом, выручи. Мы рассчитываем на тебя. На самом деле, это все очень просто. Нам нужно буквально одну мегазелью создать. Это можно даже вот здесь сделать, если не ошибаюсь. Ну-ка. Ящик предметов. Изготовление. Дальше. Мы с вами выбираем... Секундочку. А что нет там? Мегазелья. Зелье мед. Я что-то не понял, я же собирал огромное количество меда. Ну-ка, секунду. Ну ладно, мед мы с вами соберем и газелей принесем ей. Давайте брать следующее задание. Отличную работу, так держать. Я знал, что на тебя можно положиться. Теперь все готово. Ну что, охотник, пора поохотиться на Поке-Поке. Когда разберешься с целью, ученые смогут спокойно изучить твою находку. Ты даже не представляешь, насколько важно для экспедиции уничтожить этого Поке-Поке. Надеюсь, это будет настоящий прорыв. Удачи и береги себя. На самом деле, это будет довольно-таки просто. То есть, мы сейчас с вами обязательно отправимся в этом выпуске еще Поке-Поке за объем. Но для начала предлагаю заглянуть в кузницу. Привет. Я не знаю, могу ли я сейчас что-то улучшить? Улучшить снаряжение? Давайте посмотрим. Да, зараза. Вот так вот. Глефа. Угу. У нас не хватает немножко костей. Здесь тоже дофига не хватает. Вот. Управление кинсектами. Нам нужно вот сюда заглянуть обязательно. Потому что мне этот кинсект не нравится. Он очень-очень медленный. Так, секундочку. У нас с вами... Какой же это должен быть? Кувалда или убийца? Я, честно говоря, не помню. Вроде убийца. Использовать. Да. То есть, если я не ошибаюсь, убийца у нас с вами немножко быстрее, чем кувалда. Ну, честно говоря, не помню. Но мы можем его улучшить. Его за железную руду. Делаем это. Хорошо. Здесь. Ну, здесь больше сырья нужно. Дальше. Увеличить. Опять же, мы с вами не можем. И, естественно, я хотел бы немножечко улучшить наши доспехи. У нас с вами есть сферы доспехов. То есть, можно при помощи них улучшать. А можно выковать, если у нас с вами что-то есть. Ковать снаряжение палека. Не, подожди. Выковать снаряжение. У нас с вами здесь броня 8 защита. То есть, в принципе, неплохой такой шлем. Хорошо. Давайте пропустим. У него немножко другая стихийная защита. Но в плане именно вот защиты обычной. Физической защиты. Он немножко лучше. Давайте. Забираем. Используем. Окей. Также нам хватает на перчатки. И на ботинки. А, что мне не хватает на нагрудник? Кость большого игроза. Чешуя. Ну, ладно, хорошо. Мы с вами сделаем все, кроме нагрудника. Плевать. Но мало того. То, что мы с вами это выковали, мы сейчас с вами это еще и улучшим. Потому что, в принципе, нет никакого смысла сидеть и копить как раз эти все улучшалки. Точнее, вот сферы. Нужно обязательно просто брать и улучшать. Предлагаю сразу 4, да? Хоп. Защита 12. Улучшить. Да, за 120 золотых. То есть, как видите, здесь 8, здесь 12. То есть, можно будет все это дело улучшать. Так, мы с вами перекусили. Поговорили со всеми. Все хорошо. Отправляемся за Поке-Поке. Так, у меня сразу вопрос на засыпку. Секундочку. Заказ выполнил. Мед мы с вами собрали. Это раз. Во-вторых. Поке-Поке. У нас с вами... А у нас нету на него следов. То есть, нужно идти и исследовать. Это где-то вот здесь, вот в этой местности он любит бродить. Он сам идет сюда. То есть, мне можно ничего не делать. Самое главное сейчас, не сокрыть, а не надо. Все остальное это ерунда. Идет? Где он? Это Ратиана над нами или кто там летает? Подожди. Секунду, стоп. Это Поке-Поке. Только он как-то очень странно над нами прошел. Видимо, где-то вот там сверху. И пошел вот сюда к себе в пещеру. Вот он он, наконец-то. Ну что, сходу лупим? Вот ему можно там и железу, и хвост, все что угодно выбить. Давай сюда. Нет уж. Спасибо. Крылышки. Отлично. Хорошо. Нормально комбинациями. Вот это мне нравится. Вот это круто сейчас. Уходим. Эх, черт, я не успел. Он ядовитый. Вот нужно быть из-за этого очень-очень аккуратным. Пошел нафиг. Отходим. Я же нажал. Вот это растение тоже ядовитое. Железу ему отрубить очень сложно, точнее, пробить. Чтобы она выпала. То есть я даже не буду пытаться. То есть не ошибаюсь, когда у него надувается зоб, тогда нужно именно туда бить. Но так же желательно сейчас не сдохнуть как раз от яда. Все хорошо. Давай. Яйк. Льются тут всякие. Потом нужно будет затащить обязательно. Хорошо. Есть. Минус хвост. Вот с него хвост можно срубить. Психанул мальца. Я понял. Ну. Да я не хотел из-за немусик. Давай. Отлично. Бьем. Сгруппироваться. Сейчас когда уроним, мы с вами на самом деле просто подзаточимся. Давай, давай, давай. Школа ударов, пожалуйста. Давай. Камон. Плевать. Точись. Точись. Не получился шквал ударов. Я вижу, 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 кто идет. Вижу. Минус 50 здоровья. Хорошо. Пускай сражаются между собой. Я наверх пойду. Он меня вообще не видел, мне кажется. Поке-поке свалил. Сейчас он уйдет. Слушай, как удачно получилось. Обалдеть. Так, секундочку. Хвост. Хвост, хвост, хвост. Вот. Нет, это не то. Дымный орех. Иди нафиг. Это мой хвост. Малая охота. Заказ выполнен. Шикарно. Все. Убирай. Надеюсь, что они успокоились. Что там получаем? Хвост, поке-поке. Редкое животное сырье. Шикарно. Подлечи меня, пожалуйста. Спасибо. И сам, поке-поке, ушел куда-то сюда. Ну, это прям кайф. То, что мы его так сходу пробили. Отлично. Держи. Что там творится у вас? А я думал, ты с кем-то сражаешься. Да тихо ты. Да я не хочу бить-то на самом деле. Стоп. Я кенсектом пытался управлять. Получаемый урон уменьшен. Хорошо. Оранжевая. То есть, видите, этот кенсект гораздо быстрее. Убийца. Есть. Хорошо. Отлично. С тем медленно, на самом деле, невозможно сражаться. Уходим. Но. Не задену. Предлагаю просто его забивать. И идти в город. Повреждена часть. Самое главное, это выносливость, опять же. Обломись. Не страшно. Ладно, хорошо. Давай аптеку. Просто на всякий пожарный. Кто это у нас такой уставший здесь? У нас так много атак, потому что как раз набраны и атака, и скорость атаки. Но я имею ввиду. Так много ударов наносим. И такие комбо классные. Кто там пришел опять? Это Играс. Пускай сражаются. Я подзаточусь. Кто-то уронил там немножечко этого самого какого сырья. А не пошел бы ты нафиг? Может ты с ним посражаешься, а? Я вон сырье заберу. Давай, забирай. Ты что, с ума сошла? Да елки-моталки. Я ей жму без конца. Она даже не берет. Играс, отвали. Ты уже не актуальна. Спасибо. Куда он ушел? Направо куда-то, вот туда. Тихо, тихо. Сейчас попытаемся свалить. Давай, поехали, поехали, поехали. Пока ты в бою, ты не можешь быстро бегать. В этом вся проблема. Ты там не спать лег, а? Надеюсь. Хорошо. Белая. Что это такое? Оранжевая, да? Оранжевая. Красная. Отлично. Кто-то там у нас с вами что-то нехорошее задумал. Вот именно поэтому Глефа хороша. Отлично. Вообще, я предлагаю переместиться немножко. Класс, он в ловушку попал. Бей, 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 бей его. У меня выносливости нету, нифига. Шквал ударов. Но! Отлично. Просто безумие. Давай по зубу ему дадим. Отлично. Надо подзатащить. Но пока что урон идет, все нормально. Хорошо. Уходим. Мне кажется, это... Черт. Да, я знаю. Ох ты, черт. Подлечи меня. Ага. Спокуха. У меня противоядия, кажется, нету, да? Есть. Там это у нас с вами... Проникающее зерно вроде как. Да фиг тебе, а. Зараза. Ушел все-таки. Это же проникающее зерно, да? Да. Ладно, летим за ним. Зараза. Че ты приперся-то сюда? Я не смог убежать от него. Хотя он и не атаковал меня, я его не атаковал. Просто че-то какая-то фигня произошла. Поки спит. Нет, не спит. Хавай тут. Я думаю, что... По нему осталось всего пару ударов хороших, и все. Побольше? Тихо. Может, ты нафиг сдохнешь, а? Будем вот так вот бить. Все хорошо. Фух. Обалдеть. Давайте, хорош нам. Просто собираем с него все. Это было жестко. Это было прям реально жестко. Анинат несколько раз пытался на меня напасть. То есть, несколько раз... Вот совсем рядышком проходил. Я каждый раз от него прятался. Итак, задание у нас выполнено. 19 минут. Ну, долго, на самом деле. Ладно, все. Забираем, естественно, все. Секунду. Перья. Я железу... Я железу получил. Это хорошо. На самом деле, железа... Это прям очень шикарно. Потому что мы сможем при помощи нее сделать оружие. Все, шикарно. Забираем все. Возвращаемся домой. Две с половиной тысячи. Можно было бы, конечно, талон использовать. Что-то я об этом не подумал. У нас с вами очень хорошее исследование. И поки-поки, анината. С поки-поки покончена. Блестящая работа. Я знал, что не зря поручил тебе это задание. На всякий случай сообщаю, что мы, похоже, напали на след Зоран Гдороса. Но вопросов еще очень много. Я хочу, чтобы пятый флот защищал ученых, пока они работают. Я поручаю тебя заняться дикагорьем. Приступай к заданию, как прибудешь на место. Дикагорье это круто, на самом деле. То есть нам нужно будет отправиться с учеными в дикагорье. Но я в первую очередь, естественно, хочу заглянуть вот сюда. Привет. Угу, ничего нас не остановит. Отдавай мне, пожалуйста, награды. Виверианский знак. 200 очков. Хвост виверны. Добавлены новые ингредиенты. И пошли талончики. Там всякие сферы доспехов. Спасибо огромное. То есть вот здесь вот просто постоянно нужно набирать задания, чтобы у нас с вами постоянно были вот эти сферы. Что там? Куча костей опять изучи. Собери мед, флору. И мы с вами собрали мед. У него как раз это задание было. Давайте это сделаем. Изготовление. Да, мед у нас с вами есть. Наконец-то можно сделать мегазелье. Делаем с вами по максимуму. 8 штук. Хорошо. Готовые доставки. Смотри. Да, хорошо. Закрываем. Большая помощь. Мегазелье. Мы получим рубленный стейк. Благодаря тому, что мы с вами сейчас как раз получили железу, я хочу проверить, могу ли я улучшить клинок. Ну, клинок-куру я не улучшу, безусловно. Здесь нам с вами пирог, кулояку, клюв и еще как раз кости и чешуя какая-то. Здесь. Вот это я не понимаю. Это цицияку, скорее всего, опять же. А вот тут вот, смотрите. Чешуя, поки-поки, перья, ядовитая железа. То есть нам с вами нужно будет еще пару раз сразиться с поки-поки и получить с него 2 единицы чешуи. И, в принципе, это можно будет как раз в рамках другого задания. Выполнить. У него будет урон 310, но еще будет сверху отравление 240. Таким образом, это будет гораздо более сильная махалка. А тут мы с вами можем средняя кость чудовища, древняя кость. У нас средней кости чудовища нет, чтобы улучшить сюда. То есть, по большому счету, просто 341 урон. Это не так хорошо, не так круто, как вот то как раз. Ну, а здесь у нас с вами просто пока что неизвестно, что можно сделать. То есть сюда мы с вами продвинуться не можем. Так что, на самом деле, предлагаю сегодняшнее задание на этом завершить. За поки-поки мы с вами еще сгоняем и улучшим махалку. По-любому, это будет в следующем выпуске. Сегодня у меня был прям мега загруженный день, но я смог все-таки сделать этот выпуск. Я надеюсь, что вам понравилось. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующий выпуск. Удачи, друзья, пока. Увидимся в нем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok